Формальдегид, сероводород, фенол, диоксид азота, диоксид серы – все это только часть вредных веществ, которые содержатся в воздухе нашего города. Министерством здравоохранения разработаны и приняты нормы ПДК – предельно допустимой концентрации вредных веществ, содержащихся в воздухе. За текущий период 2017 года превышение предельно допустимых концентраций были отмечены по взвешенным веществам, по сероводороду, по сероуглероду, фенолу, диоксиду азоту и формальдегиду. По остальным веществам, по оксиду углерода и диоксиду серы, превышение предельно допустимой концентрации зафиксировано не было. Любое вредное вещество, нормы которого превышают предельно допустимую концентрацию, уже оказывают негативное воздействие на организм. Например, формальдегид сильно влияет на иммунную систему, провоцируя развитие десятков заболеваний. Так как у нас, в принципе, перечень веществ, превышающих ПДК, довольно достаточно большой, то есть негативное воздействие человек получает у нас довольно-таки постоянно, можно сказать. Практически каждый день мы регистрируем превышение ПДК по одному или другому веществу, иногда по комплексу веществ. Специалисты склоняются к тому, что причиной такого загрязнения воздуха служат антропогенные факторы. Это выхлопные газоавтомобили, выбросы мусоросжигательных заводов и станций, теплоэлектростанций и котельных. Распространение вредных веществ зависит и от времени года. Формальдегид образуется в атмосфере при интенсивном солнечном свете. Бензопилен наоборот. Он появляется из продуктов неполного горения, то есть зимой, когда работают котельные. За истекший период 2017 года уровень загрязнения атмосферного воздуха классифицировался как повышенный в январе, феврале и апреле. В остальные месяцы текущего года он классифицировался как высокий. В августе как очень высокий. И определялся высоким содержанием, повышенным содержанием сероуглерода в основном в августе формальдегида. Остается надеяться, что в 2017 году, который объявлен Годом экологии, руководство городов и предприятий обратит внимание на такую важную проблему, как загрязненность воздуха. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».